Добро пожаловать на программу «Мировое влияние», я Билли Уилсон. Мы находимся в Вашингтоне в Музее Библии. Прямо сейчас я сижу в зале, посвященном переводам Библии на языки всего мира. Он напоминает нам о том, что тысячи языков еще ждут перевода Слова Божьего. Этот зал посвящен переводам Слова Божьего для всего мира. Библия — это книга, которая изменила мир за всю его историю больше, чем любая другая. Музей Библии в Вашингтоне — это, на мой взгляд, одно из самых захватывающих духовных событий в нашей стране за многие годы. Мы находимся в Смитсоновском институте в трех кварталах от Национальной аллеи. Многие считают его крупнейшим музеем Библии в истории мира. Всевозможные экспонаты этого музея рассказывают о Слове Божьем, истории Слова Божьего, точности, масштабах и распространении Слова Божьего и его влиянии на наш мир. Проходя по залам музея, вы удивитесь тому, сколько сфер нашей жизни подверглась влиянию Библии. Сегодня мы будем говорить о силе этой книги, о том, как Слово Божье меняет нашу жизнь ради его славы. Здесь, в Музее Библии, невозможно не задуматься о том, что совершила эта книга за многие века. Бог передал Своё Слово, желания, цели для человечества через Библию, которая повлияла на всю Землю. Она повлияла на мою жизнь, и я уверен, что сегодня она коснётся и вас. Если Бог коснулся вас во время просмотра этой программы, и у вас есть вопросы о Музее Библии или нашей программе, вы можете позвонить мне по номеру, указанному на экране, либо зайти на наш сайт. Мы будем рады связаться с вами, услышать вашу молитвенную просьбу и узнать, как вам послужила Библия. Возможно, сегодня вам просто нужно Слово от Бога. Я приглашаю вас открыть свою Библию, когда мы будем делиться Словом Божиим. Я верю, что вы будете благословлены. А теперь мы узнаем немного больше об этом удивительном месте, а именно о Музее Библии. Я вернусь к вам буквально через одну минуту. Никуда не уходите. Мы будем говорить о главной книге, о Библии, что она творит в нашей жизни. Этот музей — историческое событие. Такой центр в этом городе — это просто невероятно. Я очень рад быть здесь. Спасибо вам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы находимся в Музее Библии в Вашингтоне. Мы поговорим о главной книге, которая изменила мир больше любой другой книги за все времена. О Библии. Четверо из пяти взрослых в Америке верят, что Библия — это святая книга, священная книга, книга Бога. Процентное соотношение снижается 88% пожилых людей, 87% поколения Бэби Бума, 79% поколения Икс и 71% миллениалов верят, что Библия — это Божия, священная книга. Интересно знать, что 35% взрослых американцев читают Библию по меньшей мере раз в неделю. Однако 45% взрослых американцев никогда не читали Писание. Сегодня мы поговорим об этой книге, о том, как она повлияла на мир, и о том, как она может повлиять на вашу жизнь. Притча 30 глава. «Всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него». Иисус молился, «Освети их истинную Твоею, слово Твое есть истина». В Новом Завете сказано, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Слова этих святых Божиих записаны для нас в Библии. Само слово «Библия» в переводе с греческого значит «книга» или «книги». Библия — это собрание многих книг. 27 находятся в Новом Завете и 39 — в Ветхом. Все они сложились в одну удивительную книгу под названием «Библия». Ее писали 40 человек на протяжении полутора тысяч лет на трех разных языках и трех разных континентах. Однако Библия стала неделимой книгой, которая передает нам волю Божию и Слово Божие. В истории человечества нет книги, которая принесла бы такие же перемены, как Библия. Она стала самой сильной и востребованной книгой всех времен. Даже сегодня каждый год по всему миру продают больше ста миллионов экземпляров Библии. Миллионы, буквально миллионы людей закачали Библию к себе на телефон или другой гаджет и регулярно читают Слово Божие. Эта книга сильна и изменит вашу жизнь. Во многих случаях Библия — это та книга, которая указывает нам путь к вечностям. Джон Уэсли, великий реформатор христианства, сказал так. «Я хочу знать одно — путь на небеса. Как мне безопасно приземлиться на этом берегу счастья?» Сам Бог спустился, чтобы научить этому пути. Именно для этого Он сошел с небес. Он записал это в книгу «Дайте же мне эту книгу. Любой ценой дайте мне эту книгу Бога». Музей Библии, в котором я нахожусь сегодня, целиком и полностью посвящен пониманию и связям и почитанию этой книги Бога Библии. Билли Сандой, великий евангелист 20 века в США, любил Слово Божие. Он проповедовал с большим пылом и небольшим красноречием. Билли написал отрывок, которым я очень люблю делиться. Это мой любимый отрывок о Библии. Билли Сандой писал о том, как он любит Слово Божие. «29 лет назад с моим гидом, Духом Святым, я взошел на крыльцо бытия, прошел по коридорам картинной галереи Ветхого Завета, где на стенах висели портреты Ноя, Авраама, Моисея, Иосифа, Исаака, Иакова и Даниила. Я прошел по музыкальной комнате псалмов, где дух играл на клавишах природы, пока каждая дудочка и труба Великого Божьего органа не откликнулись на арфу Давида, самого прекрасного певца в Израиле. Я входил в комнату Экклесиаста, где был слышен голос проповедника, и в оранжерею Шарон и Лилии долин, где сладкие пряности наполнили ароматами мою жизнь. Я входил в офис притчи и в обсерваторию пророков, где увидел телескопы разных размеров, направленные на отдаленные события. Они были сфокусированы на яркой утренней звезде, которая должна была взойти над залитыми лунным светом холмами Иудеи. Ради нашего спасения и искупления я вошел в гостиную царя царей и уловил видения, записанные Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, которые писали свои Евангелия. Я вошел в трон и взял откровение, где была башня, со сверкающими пиками, и на своем троне славы сидел царь царей с исцелением в руке. Я воскликнул, воспойте силу имени Иисуса. Пусть ангелы падут ниц, внесите царскую корону для Него, Господа всего. Эта книга отправит вас в путешествие с Богом. Сандой писал о своем переживании Библии, о том, как он путешествовал по Писанию, и Бог формировал и менял его жизнь. Сегодня хочу поговорить с вами о силе Слова Божьего. Возможно, вы один из тех 45% американцев, которые никогда не читали Библию. Возможно, вы, как и я, постоянно читаете и изучаете Слово Божие. Жизни очень разнятся в зависимости от того, кто вы, человек Библии или нет. Если вы изучаете Слово Божие и размышляете над ним, Бог обещает, что вы будете иметь успех. Вы будете, как дерево, посаженное при потоках вод, которое будет приносить плоды даже во времена засухи. Если вы не размышляете над Словом Божиим, вы упускаете богатство жизни и путь к вечности. Сегодня прямо в Музее Библии я приглашаю вас снова посвятить себя тому, чтобы стать человеком Библии. Чтобы вы, подобно Джону Уэсли, сказали внутри себя эти слова. «Дайте же мне эту книгу». Я вернусь к вам буквально через минуту, чтобы рассказать о том, что совершила Библия в истории, когда люди вновь находили и изучали ее. Также я расскажу несколько интересных случаев из своей жизни и о том, что происходило со мной благодаря Слову Божьему. Оставайтесь с нами, мы находимся в Музее Библии в Вашингтоне. Наша миссия как института – пригласить всех познакомиться с Библией. У нас есть этаж влияния. Это второй этаж музея, который повествует о влиянии Библии на Америку. Мы обращаемся к истории прошедших веков и смотрим, какое влияние Библия оказала на мир в сферах правительства, науки, медицины, архитектуры, кинематографа, музыки, моды и литературы. Сейчас мы находимся на этаже истории. Здесь вы начинаете свой путь с самого начала передачи информации. Мы начинаем изучать то, как передавалось Писание на раннем иврите от мусорецких текстов до свитков Мертвого моря. Мы изучаем ранние греческие манускрипты. Через какое-то время появилась Библия на латыни. Затем произошла протестантская реформация. Тогда Лютер перевел Библию на немецкий язык, а затем Тиндейл на английский язык. Плюс все остальные языки мира, на которые была переведена Библия. Произошло это в далеком 1522 году. Мы хотим, чтобы вы пришли и увидели историю и влияние Библии. Это замечательное место. Мы приглашаем каждого человека прийти сюда. Я уверен, что программа магистратуры ВУОР — это одна из лучших программ, которые можно найти в нашей стране. Глядя на своих однокурсников, я вижу высококлассных профессионалов, которые в ближайшее время займут свои рабочие места. Мне понравилось, что в университете обнаружили во мне лучшее и научили меня пользоваться этими преимуществами. Не думаю, что есть еще такие университеты, которые идеально подстраиваются под желание моего сердца и мои планы. Я мечтатель, фантазер и предприниматель. ВУОР формирует богатый мир каждого человека, что также идеально для бизнес-студентов. Университет заложил прочные основания, на котором я могу строить свою карьеру, свою жизнь и свое будущее. Я научился взаимодействовать с этим видением достижения мира каждого человека, не строя скромных планов. Именно это делает студентов УОР уникальными. Мы находимся в Музее Библии в Вашингтоне. Говорим о силе этой книги, о том, как Библия меняет мир и как она может изменить вашу жизнь. Весь музей посвящен силе этой книги. 66 книг в одной, которые изменили историю и могут изменить мир. В Библии есть история о том, как Слово Божие может изменить народы и отдельных людей. Ее можно найти в истории жизни молодого царя Иосии. Иосия был сиротой и стал царем в совсем юном возрасте, 8 лет. Когда ему исполнилось 16, Иосия стал искать Бога и пошел по стопам своего прародителя Давида. Во время своих поисков Бога Иосия осознал, что ему нужно провести несколько реформ в Иудейском царстве. Он начал с храма, дав обет восстановить его настолько, чтобы люди могли поклоняться там Богу. Во время восстановления храма был обнаружен экземпляр Закона Божия. Он был погребен, либо спрятан, а теперь его нашли. Многие ученые уверены, что это был экземпляр Пятикнижия, пяти первых книг Ветхого Завета. Когда Иосия читал Библию, Пятикнижие, случилось нечто потрясающее. Он стал рыдать и раскаиваться перед Богом. Так началось преображение его сердца, его царства и всего царства иудейского. На тот момент Иосии было где-то 26 лет. Он нашел Библию, и это изменило историю. Во второй книге Паралипоменон, 34 главе, 33 стихе, говорится, «И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем, находившимся в земле Израилевой, служить Господу Богу своему». Когда этот юноша обнаружил Библию, это изменило его жизнь, его траекторию и дело Божие в царстве. Это принесло возрождение и реформа. Я всем сердцем верю, когда нынешнее поколение, поколение Z, или миллениалов, называйте их как угодно, вновь откроют для себя Библию, когда мы вновь откроем Библию в своей жизни, когда мы вновь будем смотреть в нее, она навсегда изменит нашу жизнь и сдвинет нас на новую траекторию. Библия изменила весь мир. 500 лет назад Мартин Лютер начал то, что мы называем реформацией. Это новое открытие Бога и наших отношений с Богом и Писанием. Во время реформации Лютер говорил «Соло грация», что значит «только благодати». «Соло фиде», что значит «только верой», что мы спасаемся по благодати только через веру. Также он говорил «Соло скриптура», что значит «только Слово Божие». Во времена Лютера доступ к Библии был только у нескольких людей. Во время реформации появился пресс Гутенберга, что позволило каждому иметь свой экземпляр Писания. Другими словами, простые люди, как в Германии, так и во всем мире, теперь могли читать Слово Божие. Это изменило всю историю. Реформация принесла ренессанс, возрождение, и это изменило весь мир. Когда Божий народ воссоединяется со Словом Божиим, всегда происходит что-то удивительное. В моей жизни было много моментов преображения, когда Слово Божие значило для меня все. Хочу рассказать о некоторых из них. Прямо сейчас, в начале моей супружеской жизни, я поехал на конференцию. Проповедник озвучил одно местописание, которое преобразило весь мой брак. Это Ефесиным 5 глава, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос, возлюбил церковь и предал себя за нее». Что-то в этом стихе поразило меня в самое сердце. «Я должен любить свою жену, как и Иисус возлюбил меня. Это изменило весь мой брак». Слово Божие имеет силу изменить мир, как и вашу личную жизнь. Был момент, когда в моей жизни, в моем служении наступили мрачные времена. Я был обескуражен, чувствовал себя сломленным и побежденным. В эти моменты меня поддерживало Слово Божие. Какие-то местописания я принимал от других людей, а какие-то нашел сам, изучая Библию. К примеру, это 30-й Псалом, 9-й его стих. «И не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Я чувствовал, будто меня сжимают в кулак. Однако Бог сказал, нет, я поставлю твои ноги на пространном месте». Также книга Михея, 7-я глава, 8-й стих. «Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня». Несколько месяцев я повторял это местописание, хотя я упал, но встану. Однажды я взял долгий пост, и Бог разбудил меня в 3 часа ночи местом из Писания с обетованием, которое до сих пор покоряет мое сердце. Это книга Вакума, 2-я глава. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». В ту ночь, говоря с Богом в молитвенной комнате, я услышал, что Он пошлет на землю новое возрождение, покроет всю землю своей славой. В моменты перемен в своем служении я получал местописание от друзей. Мой хороший друг, который всю жизнь был моим наставником, внезапно ушел из жизни, и меня назначили на руководящую должность, которая меня очень пугала. В тот момент Бог дал мне слово из книги Иисуса Новина. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, и не страшись, и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Это известная 1 глава, 9 стих. Несколько месяцев я повторял это слово о том, что Бог даст мне смелость выполнять работу, которую мне доверили. Наконец, на нынешнем этапе моей жизни для меня стало важно такое местописание. 70-й Псалом, 18-й стих. «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего». Эта книга, это собрание, книг под названием «Библия» изменило историю народа. К примеру, наш народ Соединенных Штатов. В мире произошли огромные перемены, когда Бог записал свои намерения и свои пожелания к человечеству в своей книге под названием «Библия». «У Слова Божьего есть сила изменить поколение, изменить народ, изменить мир. Но самое главное, что у Слова Божьего есть сила изменить вашу жизнь». Я путешествовал по Слову так же, как Билли Сандой и обнаружил, что на моем жизненном пути «Библия» — та самая книга, которая изменила все. Сегодня я молюсь, чтобы Слово Божие произвело перемены и в вашей жизни. Оставайтесь с нами. Я вернусь к вам через минуту. Мы завершим эту программу из Музея Библии в Вашингтоне. «Библия» — это книга книг. Сегодня Библия зачастую печатается как одна книга. Однако больше тысячи лет большинство людей знакомилась с Библией как библиотекой из множества томов или свитков. Неудивительно, что сегодня отнюдь не все Библии содержат одинаковый набор книг. Однако, если Библия не всегда одинакова, тогда что мы понимаем под словом «Библия»? «Библия» — это собрание книг, преимущественно всех тех книг, которые иудейские и христианские общины всего мира исторически приняли как уникальные авторитетные книги. Иудейская Библия сегодня известна как Танах. Он содержит Тору, Невиим и Кетувим. Христианская Библия включает в себя такие части, как Ветхий Завет и Новый Завет. Каждый Завет — это тоже собрание книг. Самое главное отличие иудейского Танаха и христианской Библии — Новый Завет. Вы задумывались о том, как разные книги стали частью Библии? Каждая книга прошла по меньшей мере три основных этапа. Во-первых, она была составлена. Во-вторых, она была в обращении и использовании. Сначала в небольших масштабах, затем широких. Зачастую ее хранили вместе с похожими книгами. Наконец, все книги и небольшие подборки были утверждены как один канон. Это произошло, когда большинство общин официально согласилось, что никакие книги больше не нужно ни добавлять, ни удалять. Результатом этого процесса стала современная Библия. Для Нового Завета этот процесс шел с I по IV век. Евангелие и Послание Павла широко использовались вместе со II века. Еще несколько веков различные общины пользовались множеством других книг. Официальное согласие было достигнуто в конце 300-х годов. Разделения между основными христианскими традициями произошли позже. Давным-давно множество общин составило Библию, которая есть у нас сегодня. Формирование этой книги стало свидетельством того, во что верят многие иудеи и христиане. Сегодня мы были в Музее Библии и говорили об этой книге, ее влиянии на нашу жизнь. Я нахожусь в зале, посвященном Библии сегодня и влиянию, которое она оказала на нашу жизнь. Здесь даже есть комната, где можно записать собственное видео о том, как Слово Божие изменило вашу жизнь. Я хочу сказать вам, что сегодня Слово Божие меняет в нашей жизни все. Если Бог коснулся вас во время этой программы, или вы хотите больше узнать о Музее Библии, звоните прямо сейчас по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Там вы можете посмотреть предыдущие выпуски, отправить мне свою молитвенную просьбу, или написать свидетельство о том, как вас коснулась эта программа. В этом зале Музея Библии я всегда восхищаюсь тем, как Слово Божие меняло жизнь людей по всему миру. Одно дело просто иметь эту книгу, совсем другое — применять эту книгу и позволять ей изменять вашу жизнь. Обещаю вам, если вы посвятите себя чтению Слова Божьего и постоянному его изучению, оно совершит вечные перемены в вашей жизни. Чем бы вы ни занимались, но если вы находитесь недалеко от Вашингтона, приезжайте в Музей Библии. Либо соберите молодежную группу, группу церкви или даже группу старшего поколения и совершите путешествие в Вашингтон, чтобы побывать в этом уникальном музее. Говорят, чтобы увидеть и прочесть все, что есть в этом музее, понадобится 7 или 8 дней. Конечно же, вы сможете посмотреть все за один день и увидеть, как прекрасно Слово Божие, которое совершило такие перемены за столь долгое время. Слово Божие изменило историю, изменило народы, изменило царей, принцев и премьер-министров, изменило институты нашего общества. И самое главное — Слово Бога изменит вашу жизнь. Я, Билли Уилсон, это программа «Мировое влияние». Вы побывали в Музее Библии в Вашингтоне, а мы делимся Иисусом со всем миром. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом Университета Орл Робертса, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Узнайте на нашем сайте, как получить диплом по одной из 65 профильных дисциплин в онлайн-режиме или стационарно. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение Духа по всему миру. Духа по всему миру. Духа по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...